Все-таки вот у нас только что появилась новость, пока мы разговаривали, но это на самом деле не новость, поскольку об этом говорят уже несколько дней, о том, что министр иностранных дел Германии Штейнмайер призвал к поэтапному отказу от санкций против Российской Федерации, но такие призывы звучат уже какое-то время. Вот сейчас они у нас, видите, оформились в новость некую. Как это все нужно расценивать? То есть это вот некий логичный такой процесс, да, что все к этому шло и теперь это просто уже артикулируется на каком-то официальном уровне, и у Украины не так много времени, да, вот пока действуют санкции, или это какие-то частные инициативы. Потому что вот иногда кажется, что есть вот там, скажем, Штейнмайер и есть Ангела Меркель, которая более суровая и вот более мягкий Штейнмайер, но они же тоже должны как-то вот согласовывать свои действия между собой. Я не думаю, что все эти заявления будут иметь практическую реализацию по поводу санкций, по крайней мере. По одной простой причине, все санкции накладывались консолидированно Бюсселем, там, США, и снятие тоже консолидировано уже. Даже если в рамках Европейского Союза часть стран выступает против продолжения санкций, наложения новых, все равно санкции будут сохранены действия. Поэтому вот эти разговоры, то, что санкции будут отменены и так далее, я думаю, они преждевременно. Тем более, вы знаете, что в последнее время были пролонгированы многие санкции страны Европейского Союза, страны отдельных стран. То есть на сегодняшний день не устранены главные причины, в связи с которыми санкции накладывались. Я думаю, что Украине не стоит сильно волноваться о том, что может быть... От Украины эти причины, наверное, не совсем зависят, да? Нет, зависят напрямую же, от Востока, от Крыма. Тут скорее даже больше может от Российской Федерации. Само собой, но Россия выбрала путь не снятия санкций, а она выбрала путь адаптации жизни к санкциям. Поэтому они адаптируют свое общество, экономику страны к тому, чтобы жить с этими санкциями. И не допустить наложения новых санкций. Видите, кстати, а как вы оцениваете успехи Российской Федерации, кстати, в этой адаптации, да? Потому что вначале говорили, там, импортозамещение и так далее. Я просто помню еще по украинским реалиям, у нас тоже вот несколько лет назад любили употреблять слово импортозамещение. Еще предыдущее правительство, я имею в виду даже не Иценюка, а я имею в виду еще Азарова, да? Там тоже звучали модернизации, импортозамещение и так далее. Но там было понятно, что когда говорят слово импортозамещение, значит ничего такого не будет. В Сельской Федерации оказалось, что через два года этих санкций, что судя по всему, тоже никакого импортозамещения нет. И вот появился такой формат адаптации, как, ну, вы тут держитесь, да, вам всего хорошего, хорошего настроения, денег нет. Вот такой способ адаптации. Или все-таки вы думаете, что Россия приспособилась жить в этих условиях и продержится еще долго? Ну, вот эта фраза Медведева в Крыму, классическая, наверное, уже стала, по поводу того, что держитесь. То есть, я думаю, что Россия, безусловно, на сегодняшний день, государство довольно сильное экономически. И санкции оказывают колоссальное влияние на экономику. Но не катастрофическое. Не такое, которое вызовет там распад страны или дестабилизацию внутри социально-демографического. Последнее заявление Путина, да, на Петербургском вот этом форуме. Это означает, что осталось, ну, не так много сил уже удержаться или что? Я думаю, есть запасы в экономике России, они могут продерживаться. Но, насколько долго, не могу сказать. Это больше экономический такой вопрос. Гео, я бы сказал, экономический. Но мы все видим, что пока что катастрофических последствий нет для экономики России. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить нашего гостя Андрея Бузаровым, эксперт, политолог, международник. Поговорили о том, как Украина прожила эту неделю в обстоятельствах международной политики. И о том, что будет происходить. Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Визит президента Украины Петра Порошенко во Францию. Вот такие темы были у нас сегодня на обсуждении. Ну и будем подводить итоги. Продолжение следует...